В соседи, когда специалисты начали отмечать спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, люди расслабились. Гродницы все реже стали надевать маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. Однако в стационарах, как и раньше, остается много тяжелых больных. Теперь работы у медиков станет еще больше. В Гродно снова начали отмечать увеличение количества зараженных. Мы готовы опять к очередной волне, к сожалению, которая может наступить в ближайшее время. То есть в ближайшие две недели, возможно, начало февраля, конец января. Поэтому во всеоружии, то есть кислородных точек достаточно в городе. Реанимационные места с оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции, мониторами в каждое учреждение обеспечено. Усиленная работа в стационарах, несмотря на спад, не прекращается. Так, только за сутки в лаборатории инфекционные больницы успевают обработать около 300-400 ПЦР-тестов. Специалисты подчеркивают, что в основном до реанимации доходят люди более старшего возраста. Однако среди них есть и молодые. И, к сожалению, мало кто из них привит. Новый штамм омикрон более заразен предыдущего. И потому медики по-прежнему напоминают о вакцинации. Сейчас в Гродно первым компонентом вакцины привили почти 58% человек. Вторым больше 51%. Также прививают детей в возрасте 12-17 лет с использованием китайского варацела. Первую дозу уже получили 175 детей. В связи с тем, что в Республике Беларусь уже зарегистрирована циркуляция штамма омикрон, который более чем в пять раз заразен, чем дельташтамм, мы настоятельно рекомендуем всем гражданам, прошедшим законченный курс вакцинации против инфекции COVID-19, у которых прошло более шести месяцев, ревакцинироваться. Ревакцинацию в нашем городе уже прошли почти 12 тысяч человек. В Гродно, как и в других городах, люди стали меньше ходить в общественные заведения, кинотеатры, кафе, бары, рестораны. Однако этого точно не скажешь о магазинах и торговых центрах. Каждый день их посещают тысячи человек, и далеко не все помнят о соблюдении базовых мер безопасности. В основном соблюдают среди покупателей и посетителей торгового центра масочный режим старшее поколение, то есть как-то молодежь к этому относится более посредственно. В торговом центре мы рекомендуем нашим посетителям, покупателям соблюдать все-таки масочный режим, соблюдать дистанцию, то есть на всех родных группах расположены объявления соответствующие. Не сняли маски и сотрудники сферы торговли. Наталья Марчик проводит на кассе весь рабочий день. Через нее проходят сотни посетителей. Заразиться в этом случае намного проще. Маску она не снимает ни на минуту, ведь на кону здоровье людей. Целый день находиться в маске, работать тяжело, и в то же время мы соблюдаем масочный режим, измеряем температуру, соблюдаем установленные нормативы, заботимся о здоровье покупателей, окружающих в своем. Все же заботиться о здоровье окружающих нужно не только работникам общественных мест, но и самим окружающим друг от други. Темпы заболевания набирают обороты. За последние сутки в стране прирост составил 1064 новых случая, и только от нас самих зависит, как быстро наступающая волна закончится. Наталья Мельникова, Виталий Рубанов. Новости Гродно+.